Всем привет! Сегодня у нас второй эпизод слепого дегустирования алкоголя. В прошлый раз у нас был виски, в этот раз у нас будет 13 видов светлого пива. Значит, помимо меня сегодня дегустирует Вадим и наливает Малиновский. Вадим у нас эксперт по пиву Жигули. Я любитель пива светлого пилзнера и лагера немецкого и чешского, поэтому мы считаем, что мы имеем право свое мнение высказывать на эту тему. У нас в холодильнике лежат таких же 13 образцов пива. Мы их будем по очереди тестить. Собственно, цель такая же, как и в прошлый раз. Отличить российское пиво от нероссийского, дорогое от недорогого и сделать вывод, что по цене и качеству есть смысл покупать, а что нет. Господа, с какими образцами из этих вы знакомы? Из того, что знакома Жигули Барная, отличный заменитель всего пива в любой момент. Оно мало того, что можно купить где угодно, и оно всегда уместно. Циндао, соответственно, китайское, оно там часом не 2 градуса или 5-ка, все-таки там порядка. 4,5. Да, просто, ну да. Циндао было пито, и по нему можно сказать, что очень похоже на нашу балочку, словно говоря, в том, что циндао, собственно, там был завод, еще немцами построен во времена колониальные, для своих и для цизых, но вот с тех пор все осталось, собственно, там оно производится. Жигулевское, ничего не могу сказать, но единственное, что можно перебудить с Жигулями, как наш эксперт по Жигулям. Ну, если быть кратким, то по происхождению пива у нас Мексика, Чехия, Германия, Россия, Германия, Чехия, Россия, Китай, Чехия, Германия, условно говоря, Япония и снова Россия. Я заранее скажу, что мой фаворит по ценокачеству всегда пиво Фельдшлоссен, потому что оно стоит 60 рублей. А в КБшке? В КБшке при этом прекрасное по вкусу. Корона слегка с ароматом кукурузы. Ну и Китай у нас в последнее время все китайское. Пару слов о том, как мы будем оценивать. Мы будем выходить из кабинета. Малиновский будет показывать в камеру банку, наливать ее. Мы будем оценивать вкусовые качества и говорить о том, сколько мы готовы были бы заплатить. И записывать. В конце Малиновский будет записывать на листике правильные отрезы. В конце мы сравним, угадали ли мы хотя бы что-нибудь. Здесь будет на самом деле довольно сложно, потому что мы не будем их исключать. И у нас каждый раз будет один шанс из 13. Они же все одинаковые. Одно, ну, вот, ладно, ладно, это ужас. Ну, если это ужас, значит, ты должен быть способен его отличить. 100%. Я никогда его нет. Ну, знаешь, ну, здесь нету подвоха, в отличие от предыдущей дегустации виски, потому что здесь все пиво. Ты точно можешь сказать, что да, я пью пиво. Ну, да, в прошлый раз у нас был запрятан среди 12 вискарей один коньяк. Был шпион. И по поводу этого. Это, конечно, здесь стоит вайсбир, просто у нас не было второй такой же светлый. Естественно, у нас будет оранжевый паулайнер, а не этого мы будем пить. Мы будем светлый паулайнер пить, лагерь. Так, ну что, я думаю, можно приступать. Мы с Вадимом выходим. А, Малиновский идет к холодильнику. Возможно, открывает открывашка и, возможно, открывает банку. Мы этого не узнаем. Кстати, Малиновский, потом складывай куда-нибудь так, чтобы было не видно пустою. Да, чтобы мы тоже не могли отличить и понять. Тут мне надо париться на что-то получится. Хорошо. У нас пиздатая хуйня. Мы сделаем пиздатую хуйню. Нет, мы делаем хуйню, но пиздата. В прошлом, да, хочется начать с него, это, потому что, потом, давай, следить своей, нахуй, суки или паучинские ожидания. Блин, это забавно. Мы сегодня планируем выпить полторы, полтора битра пива. Ради науки. Итак, торжественный момент. Первый образец, давай сначала понюхаем. Ничего не могу сказать. Пахнет чем-то российским. Это пиво. Да, тут каждый раз мы можем сказать, что это пиво, потому что у нас нет никакого подвоха. Давайте, а подожди, а это-то... А я что-то уже... За эксперимент успешный. Что-то российское. Что-то российское. Балтика-тройка. Супер неплотное. Ну, хотя, это... Не черное. А, ну, здесь они все... Это не стаут, сто процентов. Уже все ближе к кристини. Да, это не имперский милк стаут. И не гиннес. И не... Ну, да. А какая у нас цель? Мы сейчас просто оцениваем пивасик по 10-балльной шкале или пытаемся сказать, что я пью? Давайте, да, мы пытаемся угадать. Оцениваем по 10-балльной шкале. И в итоге мы потом будем сравнивать. Поэтому, смотри, мы сейчас табличку пишем. Первое... Да, если что, мы можем потом наши показания менять. Я вот пишу... Почему у меня лобная ручка? Она нормально пишет. Давай, на, давай. Нет, все. Я ущербный, я понял. Ты пишешь лучше. Еще и черный. Я пишу Балтика 3. Я до того до 10-ти, наверное, был. Это и в скобочках, возможно, Жигулевская. Ну, это что... Ну, нет, оно не настолько мерзкое, чтобы быть Жигулевским. Не пытайся перевернуть. Нет, оно не настолько мерзкое. Давайте будем даже два варианта давать на всякий случай. У вас будет просто больше шансов. А я не знаю, что из всех этих пивас... Ну, типа, да, знаю, ну... Так, значит, твоя задача угадать, это лотерея от счастья. Отлично, я не могу угадывать, потому что я не знаю. Есть тебе предложение, помимо того, что... Ну, помимо самого предположения, что за пиво, еще написать его по баллам. То есть, насколько оно тебе... По баллам это обязательно нужно писать. Так, вот, поэтому... Я и бал. Я думаю, что я, в принципе, не буду давать меньше 5 баллов. Школа у нас 10-ти балльная. Лучше то, что это, в принципе, все пиво, все светлое пиво. Даже жигулевская и балтика-тройка, ну, они в свое время всегда хороши. Поэтому, мне кажется, я ставлю 5 баллов из 10-ти. Ну, да. Ну, типа, начальная, как сказать, база, которые... Окей, 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 допустим. А стоит ли писать, сколько бы ты за это заплатил? Или это в балл, в принципе, и подразумевало? Скажем так. Я предполагаю, что мы можем поделить на условно 4 сегмента. Супер дешевое, дешевое, среднее и дорогое. Оно да. А какое у нас пиво в плане цены здесь? У нас все пиво, типа, до 150 рублей? Вот это пиво стоит в районе 40 рублей. Вот это там в районе 55. Это 60. Эти примерно все по 150-200. Это... Ты лучше знаешь, сколько оно стоит? Оно стоит 60 рублей. 60 рублей. Ну, это 033 тоже там стоит 130. Но его можно и 110 купить, но я он за 100 рис купил. Ну, пиво не бывает дорогим. Ну, так, чтобы уж настолько... Хотя, только если оно совсем крутое, но оно будет не светлое. Нет, это низкий сегмент. Это 100% какая-то... Пойло? А какой мы лексикон можем... Любой. Ну, я предлагаю цензурный. Конская залупа, это цензурно? Ну, дети нас будут, наверное, смотреть. А им нельзя? Да, это 18 плюс контент, если алкоголь. Хорошо. Ну, блядь, ну да, это... Это на 5 из 10, 100%. 5 из 10, типа, 50 рублей, хорошо. Это пятерочка. Для меня это 50 рублей. Тогда следующее. Что это, я не могу сказать. Ну, да, 50 рублей. Ну, вот я... Я почему-то вот между этими двумя... Не-не-не-не-не. Это 50 рублей, это не 40 рублей. А это не 40 рублей. Вон, переплачил. Ты что, это же... Это же как в старину. Ну, как вот в 90-е годы, вот это вот бутылки, когда все были одной формы... Да, которые можно сдавать и... Да, и все, пиво. И Степан Разин, и Балтик, и все что угодно наливался в эту. И, видишь, они говорят, мы вернули легендарный вкус. Ну, легендарный, это он легендарный, но... Да, хорошими. Но это Балтика-тройка. Когда-то легендарный вкус-то может быть. Это знаешь, как сейчас мы снова будем производить машины на карбюраторах. Было ли это хорошо? Легендарный вкус. Ну, карбюратор можно было вручную настроить без помощи этого компьютера. Ну, было и было ли это хорошо? Тогда просто не было компьютера. Ну, в общем, есть свои плюсы. А о карбюраторах мы поговорим в следующем выпуске. И машины на механике, сейчас тоже на них мало кто ездит. А я предпочитаю механику. Ну, ладно, мы сейчас уже далеко идем. Хорошо, давайте так. Последний вопрос, который здесь важен. Будете ли вы допивать ваши бокалы? Я думаю, что нет. Его можно допить, но у нас слишком долгий путь. Нет, смотри, здесь даже другой критерий оценки. Я бы скорее перешел к чему-нибудь другому, потому что я знаю, что здесь что-то лучшее. 100%. Поэтому мы идем мыть стаканы, оставив чуть-чуть на дому. 5 из 10. А я даже пойду тоже. Идем мыть стаканы. Если Мариновский не допивает, значит он знает, что это за пиво. Нет, я просто много пива пью, а я бы еще и наелся. Не, я согласен, это очень круто. Я скажу так, это даже по цвету лучше. Да, это не янтарный оттенок. Чего-то. Так, да, записи, записи, записи. Образец номер 2. Оно и пахнет лучше, и по цвету лучше. Это что, запись? Да, ну, да, запись идет, я вижу. Самое основное. Ну ладно. Ну, господа, вам слово. Сейчас, давайте попробуем. Да, мне кажется... Я думаю, что это однозначно лучше, но мне кажется, это все равно российское пиво. Это российское пиво, и да, мне кажется, это жигули. Ты первое, что-нибудь напиши, а то забудешь. Ну, ладно, напиши здесь. Ну ладно, ладно. Ну, я не знаю эти позиции. Ну, я даже до того, как Вадим сказал, что это жигули, я тоже подумал, что это российское светлое, которое явно лучше, чем то, что было до этого. Но есть маленький нюанс. Насколько я помню, у нас представлены здесь вот такие вот жигули, а там вот олимпийские жигули. Нет, они не участвуют. Они не участвуют? Ну, субъективно, вот как я отличаю вот российское иногда пиво на вкус от нероссийского, в российском какая-то такая неприятная плотность, что ли. Я не знаю, как это, я не знаю даже, как это качество, оно какое-то вот более вязкое, оно как будто чуть-чуть более вязкое по ощущениям. Слушай, а ты из морозилки все пиво достал, переложил в холодильник? Хорошо. Ну, вроде оно у нас охладилось, я думаю, примерно до одинаковой температуры. Скажем так, это не то пиво, которое я бы стал выливать. Серьезное заявление. Ну, это жигули. Не, ну я имею в виду, что значит оно... Просто скажи мне, марганит дважды есть, это жигули. Нет, в этом есть прикол. Что я прав. Мы не будем ничего не сказать. Мне смешно это слушать, у тебя нет духа эксперимента. Да, это очень, в этом есть прикол. Я тоже на самом деле готов написать, что это жигули. Вот, в скобочках мы имеем право записать запасной вариант. Так, жигули. В качестве запасного варианта я бы записал жигулевское. Ничего лучше я не могу придумать. Одинаковые буквы, не одинаковое качество. Этому пиву я бы поставил, не знаю, пять с половиной. Да, это твердая семерка. Почему? Потому что... Подождите, мы оцениваем в плане цена-качество или как? Нет, мы оцениваем просто... Первая оценка, это наша с тобой субъективная оценка. Да, не про цену. А второе, вот это, когда мы говорим цена-качество, я бы тоже поставил бы 50 рублей. Ну, блин, просто есть же крафтовое пиво, и оно, как бы, оно, конечно же, будет... Как правило, оно лучше. Как правило, оно лучше. У тебя крафтовая камера, на которую ты снимаешь? Ну, крафт на ней точно был. Блин, ну, это... Блин, если мы в этом сегменте... Да, это восьмерочка. А хотя что-то 10. 10, это невозможно. Ну, я скажу, какие мне больше все нравятся. Ладно, допустим, 9. 9, вот в этой ценовой сегмента 9. Ценовой сегмент, это да, если он угадан. Я вот еще заметил, что в нем оно не очень сильно пузырится. То есть в нем вот этих газов как-то не очень много. Знаешь, что это такое ощущение покалывания, которое идет от газов этих пивных. Здесь оно не ярко выражено. И мне кажется, что вот в импортном пиве оно все-таки присутствует в большей степени. Газация эта? Газация. Ну, в Гинусе отдельная гайка. Да, там капсулы для этого. Ну, как-нибудь будем и темное тестировать. Ну, в темном будет Дракар. Ну, там они по градусности сильно различаются. То есть там Гинус 4 градуса, а Дракар 15-11 или сколько там, я же, 1-10. Ну, там 9-ка, не, не, не. Как там больше, может быть, менее. Ксеп Дракаре? Да, Дракаре 11. 10-10, по-моему. Да, да, там больше 10 градусов. Поэтому с него и, ну, 300 выпил, это молодец. Так я был в одном баре, в Америке, кстати, было. Там, значит, давали многие пиво, особенно крепкие, плотные и алкогольные, в бокалах по 125 миллилитров. Ну, я не помню, там сколько выйдет в их унциях этого было. Ост, ост. Да, да, да. Ну, да, это унция получается. Ну, короче, там 6 унция, я уж не помню, или поскольку они там наливали. Но все в том, что там я пил, как говоришь, там Russian Milk Imperial Stout, что-то такое. То ли оно, то ли еще какое-то там, значит, было. Оно, по-моему, 18 или 19 градусов было. И оно поощущение было, как будто ты пьешь крепленное вино, типа портвейна. Но оно, типа, вот сделано из солода ячменного. Ну, как пила, да, там, типа. Причем обожженная еще. Прикольная вещь, конечно. Ну, естественно, много не выпьешь. Ну, я думаю, на пицце пилу мы сегодня ничего успеем. Можно идти, я думаю, мыть стаканы. Кто говорит о классике? Да, сейчас будет. Нет, это галактика, это не заемная. Конечно, мне может понадобиться эта штука. Боди-мувинт, ну, это прямо вообще известная ферня. Сейчас я свяжу за ходом. Ну, типа, это просто, например, и сети сделала эту картинку. К примеру, и сети сделали? Нет, это старая история. Но сейчас вот такую стирку довольно-таки просто сделать. Российская, мистерская, охлепившая такая. Я не ставлю свою оценку, потому что на меня действует маркетинг, на вас не действует маркетинг. Да, а мы здесь, чтобы сломать маркетинг. Вот именно. И любое мое мнение, оно будет все-таки иметь окрас. Я вот до сих пор с прошлого, с прошлой дегустацией у меня виски, который мне больше всего понравился. Я знал, что я пил, и оно до сих пор я его пью. И мне такое ощущение, что я бы его не вряд ли бы отмечал от Джиммерсона и Джимми Биба. Но она здесь чувствуется, что все-таки пиво и виски делают из одного и того же солода, и живых запахи есть что-то общее. Да, я думаю, теперь я плюс-минус на... Ты по слову говори. Говорю то, что это Жигулевская или Тройка. А что нам все кажется, что Мольлевская, это что, сплошное русское пиво? Мне, кстати, первое подумалось, что это что-то заграничное. Я не пью от другое пиво. Ну, точнее, Жигулевское я тоже не пью. Я скажу так, это пиво мне явно нравится больше, чем предыдущие два. По каким причинам оно тебе нравится больше? Ну, в нем, так, это и газация больше, и оно легче, и в нем нет вот этой вот густоты такой вот этой, как она называется, вязкости российского пива, такой непонятный. Это точно не корона, потому что, мне кажется, вот корону я, скорее всего, определю. Потому что она такая кукуруза отдает. Сладковатая. По-моему, вязкость и что-то в этом роде характеристиков напитки, если меня не поменять память, если не правильно слово, это тонинность. Есть такое слово. Как? Тонинность, тонина, типа, ну, это в вине. Нет, ты говоришь про вино. Я даже примерно понимаю, про что ты говоришь. В пиве это вот какая-то, это какая-то мерзутная вязкость. Хорошо. Сформировалось ли у вас впечатление об этом? Мне почему-то кажется, что, ну, угадывая, мне кажется, что это вот это пиво фельдшлёсом. Кабашечка 50 рублей? Да. Ну, там 60-50, наше стоит. Ну, по-разному. То есть оно вроде как хорошее, лучше, чем предыдущие два. Я бы ему поставил там смело 7,5 баллов. Я готов за него заплатить, знаешь, я считаю, что это пиво недооценено, если это оно. И тем самым оно золото, когда ищешь медь. То есть, как бы, это пиво, которое вот не это, а вот это. Я его покупаю по 60 рублей, но готов был бы за него заплатить и 85. А возможно, даже и 90. Поэтому я оценю это пиво на 90 рублей. То есть у тебя есть 90 рублей. Так, моя первая догадка это фельдшлёсом. А запасная моя догадка будет... Я бы не давал чего-то такого супервысокого. Сейчас у меня уже гораздо интереснее узнать результат этого теста, чем прожило. Потому что пиво пиво чаще, чем в виске. И оно дешевле и доступнее. Азарт, азарт. Так, Вадим, ты уже... Да, это точно... Сколько баллов ты поставишь? Мать им, извини. Плохо. Плохо. С родителями в школу. Ладно. Подождите, а пиво реально есть за 40 рублей? Вот серьезно? Вот это 40 рублей. Реально? Это 37, по-моему, что такое. Если я угадал, то... То я заплачиваю эти деньги, да? Хорошо. Ну да, у него газации на самом мире побольше, чем у прошлого. Мне кажется, что вот какие бы я точно исключил отсюда? Я бы исключил Корону, исключил бы Холландию, исключил бы... Варштайнер... 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 Не. Махин, могу тебе отлить. Я сделаю из уважения к этому продукту глоточек, но... Ну, как видите, я и так уже больше всех уйдил, поэтому... Из уважения к этому продукту я сделал глоток, мы идем мыть стаканы. Были ли засланные казачки-то уже? Мы работаем только сейчас, 100% только русское пиво. Соответственно, они в черных костюмах, а он в белом. Да. Следующее пиво из кабачки. Самое легендарное. Воскрепая пиво ароматная. Это мой кислик. Сядь производства. Производство гербал. Нет. Но текст песни тупой. Ну, оно должно быть таким. Тут есть какой-то, не знаю, партнер. Ну, прям мне очень нравится, но он нашел свою аудиторию. Так. Ну, перед тем, как тестировать четвертый образец, я готов сделать заявление, что первые три друг от друга действительно сильно отличались. Важно. Это важно. То есть, есть разница все-таки. Мне кажется, я знаю, что это. Мне кажется, это корона. По запаху. Я не могу оперировать теми пивасами, которым я не знаю. Но это похоже на Голландию, но это похоже на Голландию, ну, Холланд, Голландия, либо на Е-Боши. Ну, а это у меня у них как бы на пив не такой уж большой. А я думал, ты пиве разбираешь, ты мне говорил, что ты пиво пьешь. Темное. Нет, это не корона. Почему? Я на самом деле обонюю, что это плохо, но почему мне показалось, что это корона? Зачем мы наливаем так много пивас? А что его в банке оставляют, потом останется тоже, выдыхнется? Нет, тоже не корона. А вдруг захочется выпить? Что-то хуйню какой-то сказал, сначала. Давайте так, этот сорт заставляет вас, видимо, задумываться. Первый заставляет. Но, блин, оно не мерзкое. Кусто или нет? Оно, типа, блин, оно базовое. Его не противно пить, как, например, первый и третий наш экспонат. Но, да, Жигуль до второго номера, ему далеко. Очень далеко. Интересно, почему ты Жигуля мне десятку поставил? Потому что, если я сделал ошибку, я должен понять, где было. Чтобы я мог поставить десять. Просчитался, но где? Давайте так, действительно, все эти сорта отличаются, и этот отличается от остальных. И такой мыслительный процесс я даже не ожидал, что он у вас возникнет. Ну, блин, да, но мне кажется, это Бошу или, ну, типа, Голландия. Хорошо. Дальше, ты не забывай оценку. И сколько ты готов денег дать бармену? Я не знаю, я поставил так же, как и прошлому, бы семь с половиной. Зря я, конечно, так поелся. Как ни странно, я использую два своих предыдущих ответа, только меняю их местами. Я бы точно напишу, что это Пилзнер Уррхвилл. Хорошая стратегия, мне нравится. Ага, в скобочках напишу. Фильдшлёссен. И потратил бы на него точно так же 90 рублей. Соответственно. Я, видимо, не щебро. Я все сказал. Ну, для меня это либо Голландия, либо Ваши, типа, 6 из 10, 55 рублей. Твой листик очень ярко говорит о том, сколько ты готов тратиться на пиво. Мой бюджет такой, да, типа? 70 рублей. Пока что максимум. И это были Жигули, да? Да. А, ты готов переплатить за бренд? Там, там все как нужно. Цена-качество, как говорят. Народный бренд. Тогда вопрос. Будете ли вы допивать ваши бокалы? Я сделал плохую вещь перед началом этого теста. Я дико обожрался. Если бы мы тут сидели, вот на самом деле, вот так вот, и пили бы это все в течение трех часов, я бы, естественно, бы еще бы поел. Еще бы его попил. Так, ну, то есть, это получается цель миниальной пиво. В целом. Мариновский, да, исписать? Блядь, надеюсь, что это не корона. Так, а что в короне плохого? То, что там нет лимона? Нет, мне казалось, что я корону всегда отличу, если это корона. Ну, пока что мы, скорее всего, не дошли. Ну, поэтому я им псал. Ну, блин, корона, ну, да, она не сильно отличается. Ну, в этот раз мы берем классику, которую я испытываю. Типа, Гай Грантс, но звука этого нету. Отношения, это на качество. Смотря на то, что это лично. Все отношения, если что, фильм, фильм, баз. Вот это видно, что это какая-то такая. Первый напиток. Ну, что я могу сказать? Это определенно темнее, чем предыдущие три образца. Ну, примерно такого же оттенка, как и оттенок номер один. Возможно, я сделаю опять. Вернусь к позиции номер три. Ты просто везде напишешь, что это Жигули. Поменяю позициями, все же тройка. Но, скорее всего, в третьем я ошибся. Ну, ладно, я сделаю реверт такой небольшой. Думаешь, Малиновский нам так быстро выдаст все российские сорта? Золото, это, золото хмельное. Я, тем временем, воспользуюсь возможностью напомнить, что Малиновский не написал ни одной песни в составе группы Металлика. Все, еще нам нет. Ой, 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 ой. Три нахуй. Ой, нет. Что с тобой? Оно мер... Я надеюсь, что я когда-нибудь начну нормально нюхать все его запахи. Нет. Тебе что-нибудь понравилось? Это... Это пиво. Мне нравится то, что это слепой тест. Это прям классно. потому что если это будет, если окажутся как раз таки жигулями, которыми я... Я думаю, что это жигулевская. Или тройка. Я думаю, что жигулевская. Подожди, ты думаешь, что жигулевская это комплимент, или это, ну, некоторая небрежность, презрение? Скажем так, это жигули. У меня первый ответ был балтика 3 в скобочках жигулевская, а этот у меня будет жигулевская в скобочках балтика 3. Ну, я просто не знаю, что еще можно написать в скобочках. Есть ли еще что добавить? И сколько, опять же, в баллах и потратить? 3.40. Ой-ой-ой. Слушай, ну, да, 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 3.40. Я согласен. Это реально по вкусу даже хуже, чем первый образец, по-моему. Самое интересное, жигулевская в скобочках жигулевская стоит 37 рублей, поэтому он еще 37 рублей. Даже 36. И не центом больше. Ну, я так понял, что вы все сказали. Да. Это реально перекур. Ну, перекур. Ай-яй-яй. Сатана, потом перекур. Ну, бля. Ой-ни-ни-ни. я думаю он пытается наебать как-то поэтому это тактика он не придерживается жигулевской помнится вообще если мы не наебались то все российские вот так передок так как у нас балтику любить подраздели я скажу что было подробно и она была скорее если нету больше а пока что они славил отразится на средства наших подобных что скажет их независимых ну кроме жигулевского ну что независимые расследователи жиденько жиденько а вип лакос образец номер шесть после перекура малиновский записать как мы в прошлый раз на дегустации виски везде мерещился коньяк везде начинает мерещится корона это не она она легче она без горчинки она нормальной газации ну газации скажем так особо нет ни каких-то все-таки небольшая есть я почему-то вот кажется что это возможно одно из четырех в этом исключении я бы допустил голландию и больше корону и циньдау по верхам да по верхам я не знаю что это но это норм норм я согласен что норм но и ну блин ну просто жигули но я больше чем уверен что я отгадал и означает то что скорее всего это что-то уже из более высокого сегмента чем жигули а то есть я что-то выше чем жигули то есть я уже то есть это что-то хорошее начнем с простого цена я готов за это заплатить 110 рублей так это больше чем за все что предыдущие ну получается что да но я не могу поставить чтобы ну блять но это точно это не жигули а если тебе взаймы дадут 110 рублей оценка не ну это типа для меня это израиля 7-8 ну типа это норме я поставил бы не пиву каждый день я поставил даже 8 8 с половиной ну 5 ладно но стоимость блин ты понимаешь как бы 9 9 жигули и 70 рублей а тут 7 5 и 75 я же знаю сколько стоит Жигули. Представляешь такую ситуацию, что Жигули теперь эксклюзивная марка и она продается только в одном магазине и по большой цене, потому что она в дефиците. И здесь уже идет счет на сотни тысяч рублей. И вот в такой ситуации, в нашей возможно экономике, либо это наше прошлое, как уже бывало. Сколько бы ты бы дал из расчета покупательской способностей на сегодняшний день? Теоретически. Это 70-100 рублей, в моем понимании. Но с другой стороны, здесь что-то пиво, которое есть подороже. Но ты знаешь цену, видишь, на тебя как влияет знание цены. Вот поэтому маркетинг. Ну для меня, ну ладно, там типа 70-100 рублей. 70, ладно, 110. Здравствуйте. Да, ты заходи. Так а зачем он у нас опять сейчас будет сумбур? Не, я вам не буду ничего обламывать. Пирожков вам дают. А, спасибо. Только на завтра. Слепой тест пирожков. Подписывайтесь на канал. Мы просто видишь, мы этой грузинской еды обожрались. Не, ну если хочешь мне тебе пивка нальем. У нас такая атмосфера классная. Ну если чуть-чуть, если чуть-чуть. Давай шестой раунд нальем у пивка. Так о чем? Там пива нету что ли? Так нет, ну он тоже скажет свое мнение. Зачем? Тогда нужны стаканы и вообще там много... Мы можем... Я пью, если честно. Можем тебе вискаре, она не знаю. Чё ты анализируешь? Да. У меня у самого вину стоит. Короче, что ты хочешь выпить? Я пошел выпить. Давай. Всё хорошо. Главное, зеркало не упало, поэтому окей. Спасибо за пирожки. Да, ещё и зеркало есть большой. Да нет, спасибо, спасибо. Я ещё это не узнал. Всё, не закрывать? Не-не-не, не надо. Спасибо. Кто больше всех угадает, то выше пирожки. Какой котенок в каком пирожке? Завтра узнаем. Там британец есть? Возможно, мы эти пирожки завтра будем есть на зале. Возможно, ты их будешь есть. Это, естественно, это какой-то... Знаешь, как-то сложно. Да. Почему? Потому что что? Потому что я готов несколько сортов пила под него подписать. Я бы вот... Ну, корону я всё-таки исключу, мне кажется. Ладно, это либо Циньдао, либо и Боши. И я, наверное, напишу, что это Циньдао... Импортная, китайская, классическая. Ну, Циньдао, да, она всё время. Странно, что я Циньдао поставил 8,5. Ну, нет, ну, вот хотя тут тоже весь момент, что мы много знаем. В скобочках пишу и Боши. Блин, я просто не пишу нормич. Но... Ну, главное потом, да. Мич. Нормич. Результаты, да, да. Тоже ценная информация. Так, ну что? Готовы ли вы их допить? Ой. Я вообще ничего не готов, я обожрался. А я физически... А это даже и до пива, но я не могу. У нас ещё всё пилить. Фу. И так, в следующий раз, экземпляр корона. Что примечательно. Как я прекрасно себя ощущаю на своём месте, потому что я знаю, что я пил. Ну, господа, ваше слово. Становится всё сложнее и сложнее. А вот это, возможно, корона. Прикол, что у предыдущего этого аромат еле-еле даже не практически чувствуется. И то, и то пиво был очень лёгким. Экстралай. Ну, да, ну, так же, типа, 7.5, да. Ну, и стоимость, ну, да, так же, типа, 7.110, хорошо. То есть, это корона, то это за 0.33. Точнее, за 0.330. 5. 355. Читер. Читер. Я написал раньше. Сравнивать бутылка с банками. В тёмном стекле ничего не видно, в тёмно-зелёном тоже ничего не видно. Ага. Ну, может быть, это я, да? Наверное, оно зелёное. А оно зелёное, наверное, не из-за того, что стекло зелёное, да? Это же пиво зелёное. Я пишу 8. Пишу... Чуть-то оно чуть-чуть меньше повлияло, чем предыдущее. Я пишу 100 рублей. Моя первая догадка – это корона. Вторая моя догадка – это центао. То есть, всё – импорт. Поздравляем, мы прошли... Больше половины. Да, экватор. Хорошо иметь всегда вторую догадку, ну, как это называется... Чтобы они не угадали герезельцом? Да, что, типа, нет, ты не обязан действовать методом исключения. Ну, да. Я считаю, что две догадки – это, типа, нормально. Ну, учитывая, что 13 сортов, если с вискарём, на самом деле, разница была более ощутимая, то с пивом она сложнее чувствуется. Но, тем не менее, все они отличаются друг от друга, вот что. Все. Ну, что-то в лучшую сторону, что-то в худшую. Но я вижу, что в среднем показатель улучшается, за исключением 6-го. Да потому что мы поднакидываемся. Да не, мы мало пьём, мы мало пьём. Ну, у нас аминдатов – это, в общем-то, пиво. На вискаре мы уже были... Я обожрал себя хуеваю от этого просто. Следующее – бутбайнер. Я, если честно, даже не знаю, что это чешский лагер. Я думал, что это, типа, чисто американский лагер. Ну, много чего я не знаю. А-а-а. Вот он. Среди этого, конечно же, такие тонкости. Бутбай. Не, я его не ел. Ладно. Посмотрим. Назал такой такой, прикольно. Схуяка стекло разъебашил. Так, как она непонятно. Световая схема, прикольная. Что такое? Что импортное в почёте? Не, не то чтобы какой-то там фильм супер, типа, как у Bestie Boys, но что там с сюжетом. А просто он такой, типа, ну, как-то со вкусом сделан. Ну, такую историю, ну, задаёмно сделать, да? В общем, даже… Нет. Жигули-то с меньше, чем жигули. Для меня это открытие, которое могу поделиться со своими коллегами. Вот раз какая-то баба в грязи. По причине секретности. Ну, Линдеман умеет, видишь, какие-то прикольные такие вещи с бабами в грязи снимать. Всё раскроется. Так, уже что-то потемнеет. Да, кстати, я что-то не ожидал… Камера работает, да? Я что-то не ожидал, что будут темнеть они. Это уже в глазах. Кисленькое. Оно отличается, опять же, от того, что было в прошлом. Да. Прям кисленькое такое. Оно просто ярко-кисленькое. Не чувствую. Ну, это, может, я пойду. Или меня смущают пирожки. Пахнут, кстати, вкусом. Знаешь, похоже на то, что на столовую добавят. Знаешь, аромат жареный, помнишь? Блин, я пыталась найти как-то пиццу, которая, ну, похоже, что там давали. Ага, только там. Да. Но это хорошее пиво. Я бы поставил ему 8. Мне что-то кажется, что это что-то типа паулайнера. Хотя я что-то про пражечку совсем забыл. Пражечка, потому что забыл, из-за того, что у нее этикетка? Да, кстати, надо обратить внимание на то, что у нас три бутылки, на которых нарисованы женщины с сиськами. Самая красивая вот на этой. А какой у нее антропотип? Или это не важно? А она красивая, потому что у нее больше пива в руке? Нет, потому что она красивая. А тут две. Так, ну две больше лучше. И собака. Да, это вообще... Два раза это два раза. Да, это еще и собака. Ну, я скажу так. Если на емкости с пивом изображена красивая женщина, она не может там... Есть большая вероятность, что я куплю это пиво, чем такое же, но без красивой женщины на этикетке. Приятно пить... Маркетинг. Приятно пить пиво в компании с красивой женщиной. Здесь чайки. Да. Ну... На ходу и конец. Что можно сказать об этом в плане баллов и в плане цены? Ну, это семерочка. На самом деле цена, я думаю, тут уже лишняя. Потому что, блин... У вас ценовой диапазон примерно там, где... Ну, типа до соточки. Да. Ну, типа до, 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 до соточки. Наверное... Ну, 80. Сейчас хуятка эта жигулевская. Не, не... Так. Так. Это может быть в любой момент этой дегустрации. Бум! Когда мы все закончим, типа... А, мы еще жигули не выпили! Нет, это все было жигули. Вся твоя жизнь жигули. Блин, я не знаю, что это... Ну, просто нормич. Опять же, лучшее пиво нормич. Опять. Нор... Мич. Ну, моей первой догадкой будет пуллайнер. А пуллайнер это у нас кто производитель? Германия. И, соответственно, импортировано, да? Угу. А почему там... Ну... Иероглиф? Не, так там на всяких... На разных языках, в том числе и на русском будет написано. Ну, в Китае и в Корею тоже... Это и корейский иероглиф, значит, в Корею тоже отправляют. Да. Либо банка просто дизайна и везде ее припают. А вторым будет... На подстраховке Пиллзн Рургелл. Хотя он у меня уже был, да разнулось, что у меня право. Ну, да. Да. Так, это что, уже восьмое? Да. Слава Богу. Сталось пять. Ну, и заплатил бы я за него девяносто. Не знаю почему. А интересно, а будет ли такое, чтобы ты заплазил днем? Двести какой-нибудь. На концерте? Да. Кстати, да. На самом деле все очень просто. Надо взять на запас просто на концерте. На Любу. Кстати, на Баун. Да. А? Здесь только стул. А? Здесь только стул. Жидкий стул. Нет. Так водит. Скажу свои впечатления об этом напитке. Во-первых, оно прикольно тем, что у меня не стоит. А главное название – Ебоши. Плюс приятно выглядит traditional Japanese beer, traditional Japanese kazi-рок. И катаканы тоже. Так, но тем не менее изготовитель у нас в Германии. Так мы сейчас пьем пердеж бактерий. Да. Между прочим, пьем пердеж бактерий. Сделано, чтобы пахлиру кислорода. Ой, блядь. Так, ну что, значит, мы установили, что то, что мы пьем, это пердеж бактерий. Выпью за это. Мне стало даже вкуснее теперь после этого. Ну чокайся, не чокайся, не чокайся. Ну чокайся, ну ладно. Вы хорошо бактерий напердели. Ха-ха-ха. Хорошая бактерия. Это хорошая бактерия. Это, наоборот, плохо, в смысле, что оно мало газированное какое-то. На вкус, на цвет, на, ну, на цвет, ладно, на сердце. А, вкус. Мы стали его пить каждый день. Я же не спрашиваю, да пили бы его сейчас, это некорректно, потому что... Знаете, у меня какой-то такой флэшбэк, как будто это российское пиво. По такому-то признаку? По хуевой газированности. Ты бы налепил бы девушку с сиськами на этот бренд? Вот важный вопрос. Ты думаешь, это жигулевская? Или пражочка? Да, на жигулевском тоже есть, да? Ну, тем не менее. А, на жигулевском есть пи-сиськи. О-о-о-о-о! Бля-а-а-а! Ну, не то, чтобы сиськи, но женщин, конечно. Да, сиськи здесь даже больше, чем женщины. А-а-а! Сиськи больше, чем женщина. И причем вот это, по-моему, морской вокзал в этом, в Москве. Как называется? Обечный вокзал? ави плакос блин у меня есть подозрение что возможно это же более у меня есть подозрение что-то голландия есть предложение раз вас так часто жигули фигурирует а надо сделать слепой тест автомобилей садишься за руль закрывать глаза и едешь и думаешь на чем ты не но это менее вкусно чем она не так хорошо зашло это восьмерочка восьмерочка это шесть с половиной провал растет когда я поставил второму номеру девяточку написал что это жигули он поставил пять и пять а сейчас шесть и пять растет растет не понимаю куда ну ладно опять 70 рублей 60 рублей выросла выросла цене тоже на 10 рублей я думаю что у вас есть эти деньги чтобы так говорить в этой комнате я видел там монеты моим значит захочешь что голландии но мне кажется голландию по запаху знал это какой-нибудь специфический запах был всегда ладно у меня есть два шанса то есть 9 холландия и запасной вариант жигули это вот нам маркетинга так право понимаете что у нас даже мозги начинают работать как прикольно говоря рекламу пиво уже не показывает только безалкогольная теперь у у нас нету нас теперь нету пивовара ивана таранова у нас нету авип лакос толстяка нету пиво т а басилашвили когда-то рекламировал степан разин студенческая как-то так ну ладно допустим все студенты богатого ряд был силашвили допустим да и ваша на толстяк че еще будет она наверняка в 90-е там аля тв парк только про пиво блин классный рекламы были у хольстона насколько я помню но и у миллера гессер помню там такие виды красивые природы и там в конце хотелось даже не пиво то природу кто идет за соколом а как же как он называется как тубург с и где битым экзибит рекламировал тубург да а он светлая или теплая себя прокачал ничего для вечеринки был я даже не помню я почему-то совершенно пациент забываю пробуду вайзер про варштайнер и про пража чку как-то знаешь может не тянут они либо бренда в них больше чем и больше я еще не написал никуда кроме как запасного варианта и писал и больше все редко пьется интересно то что это будет так обожрались последний просто вы когда будет последний нарываться просто выпивай запьем ну мы искали так на работе свой чуть выпили просто же перед этим есть грузинскую еду макдональдс я рыбку поел класс был не понял сухаешь мне мне не было прикольно пахло как рыба но ты не видел пел слепую ну какая рыба бывает в белой красной нет 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 откуда ты заказывал еду в прошлый раз типа зеленая яме да вот там был рис какая-то растительность и и рыба там дорадо я знаю есть он дорадо там с картошкой с овощами помогут они с рисом жареную дорадо есть стоит до хуя есть есть там жареная дорадо в горячих блюда стоит до хуя ладно погнали там какая-то ну ладно уже пиздим следующая голландия вот это кстати запах именно российского помню мне отец тут написано голландия я думал голланд хотя бы около гола или хотя бы импортная но блин где мы еще не написано чезами чрезмерно здоровье мы уже знаем изготовитель мы пищи московская пиварина можно же играть две четверти мысли с триолями то же самое получится это уже совсем сложно сегодня бахус к нам неблагосклонен бахус по-моему называется этот который да по римскому бахус решил проверить вкусно или нет или ну типа семь с половиной все лето я просто закусил кстати блин надо закусывать надо было может рецепторы очистить вот я про это и говорил вода вода она очень нужно слушай мы закуской причем моя первая догадка что это буду вайзер буду вайзер да буду вайзер чешский лагер просто начнешь не всегда чтобы вазер типа чисто американская бат бат а подвозь и рыбат это нет сразу и как резервную я пишу марш не буду вайзером на доме просто какой-то мультик варштайнер они будут вайзер или именно вот байда ну это всемирно известный бренд варштайнер варштайнер я ему ставлю 8 и готов за него заплатить 110 рублей кстати еще после того как мы это все выпьем еще будет ограничение результата это самая интересная часть кстати вы да когда можно будет не пить нет у вас останется стаканчик и мы будем так подтягивать нет я просто думаю что все то что мы каждый раз выгадываем 1 из 13 иметь два варианта это всегда нормально потому что первый вариант вещь я в себя привязываюсь и исключаю а второй вариант меня не заставляет ничего исключать это такое знаешь пила среднестатистическое у него средняя газация средняя горечь средняя плотность все в принципе одинаково да то есть ничего лишнего но нормально хороший пилот ничего я думаю что вполне даже ему 85 поставлю как-то он такой довольно уверенный ладно осталось 3 я лично раз специально взял ручку чтобы кинуть так циндау вот не люблю срать не дома да и не получаешь от этого большого удовольствия ты как бы знаешь ты пришел типа дело сделать а дома это досуг кто не согласен с этим вот и не согласна блин у меня была тема что я же работаю во всяких различных местах и всем нужны деньги фишка в том работал в гостинице лотто это рядом с загсом хилтоне это там еще было не хилтон еще может и лотто был на серии гостей за сетка же какая-то чувак и останавливаться ком количестве гостиниц я поливаюсь мы еще такие игры ты говорил про сара я в хилтоне останавливался в хорватии нет в албане мечта простенько было там в хорватии хилтон где-то короче фишка в том что у них получается туалеты но рядом с конференц-залами были в японском стиле я такой заманчиво конечно попробовать не попробовать вот это очень легкого уж не коронали ну как да я уже корону армии да нормич нормичи как 6 как то как восьмое я в запасном варианте пишу корону все что-то написал нормич это хорошо потому что будешь значит это номичи ты можешь заправить и до 8 и 5 она легкая за него спокойно дал бы даже 120 рублей ну давайте не ну это такая же долгий должен ну а вторым моим вариантом здесь будет корону цента у есть но хочет написать цента у корона я уже записал от цента и больше так хочу вот ты милая я так не попробовал это прекрасно японский стиль то что туалет умнее чем ты а типа да 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 я сучат с подогревом и прокурить подогревом я тогда вот здесь напишу и больше приходится сейчас причем я ездил на дачу сортир на улице здесь корону короче сортир ну то пасть ему мне мне лень то просто даже копать и корона что-то слишком хорошо для голландии слушай ну мне кажется лучше из которых покажет выбор даже девятками поставлю чё прости девятка лучше следующая пьюс даже не знаю пьюс лет двенадцати градусов там тоже частенько она под 10 градусов называется танковая означает бочковое целом все равно креплены правил я пахнет пьем горько горького не самая но горько который знаешь семечка газация слабая появилась третья позиция жигули балтика 3 до жигуля сбилась хорошо хорошо так ну методом исключения у меня остались парашечка 5 варштайнер это не то не другое явно но я должен куда-то записать я короче меня и местами то что написал пилозный рурквилл я меняю на парашечку что будет даже а это напишу это пилозный рурквилл и в скобочках корона короче это будет странно но мой первый от пилозный рурквилл второй жигулевск вот в эту вот смотри здесь три позиции и в двух я точно угадал я ему ставлю 5 и 5 и готов заплатить за него если честно рублей 55 а почему почему у тебя нет оценки ниже чем 5 но потому что все пиво нет есть три это походе у тебя 5 3 самая низкая это паленую водку ты можешь купить и паленое пиво скорее всего это не день да потому что сложнее в своем баре сложнее сделать паленое пиво чем обычно в картовом баре ты специально придешься типа налить у меня пивка а тебе налить говно волю ладно чему это вроде дашка съел ну как это меньше разъел в конце первых поболтать и немного пиво так что приятно болтать за чем-то приятным и хорошим я надеюсь что нам будет приятно хороших скажем что это жигулик так вот я напоминаю что геракл совершил 12 подвигов мы сейчас будем совершать тринадцатый тринадцатый воин теперь мне кажется корона сладковатая хорошая обычно так 8 и 5 это сам не хороший даже 90 поставлен что это варштайнер в скобочках корона и я бы заплатил вполне даже сто десять рублей бы за это пьет сто процентов 7 и 5 так ну что теперь самая интересная часть это сравнивание результатов и реальности я хочу сказать что большая польза этого теста в том что ну лично я стал на шаг ближе к тому чтобы бросить пиво пить навсегда итак давайте первый раунд вадим написал хз я написал балтика 3 в скобочках жигулевска то есть тебе это особо не понравилось до 5 баллов поставил я и правильный ответ никто бы мог подумать стоимость стоимость главное скажи мне прачка очень дорогая за что 160 покупал 100 рублей сто шестьдесят рублей а не русское что бы я писал твоей ручкой другим цветом сто ты пешешь в другой колонки и так понятно то шестьдесят рук йо йо покажите мне что поворачиваем вот женщина все маркетинг пошло а он сразу сиськи накинулся первые сиськи сиськи второе тоже должно быть моментом истины потому что мы оба написали жигули а я в скобках написал жигулевская нет это точно не жигулевская и стоит знаете сколько он стоит я купил за 260 рублей мне кажется результат тест будет очень занимательными мы пока продолжим мы пока продолжим пить последнее я хочу сфоткать это пиво который к это единственное пиво который я ценю на 9 баллов только она будет оранжевые упаковки это белый этого из бера у тебя будет лагер я написал что это варштайнер с я с уверенностью пишу себе этот один балл варштайнер можно пить все смело и но варштайнер всегда нравился тоже покупал с рубля за 160 ну кстати я поставил 9 баллов ну и хорошо так пока что я свою задачу не выполнил я не нашел ни жигули ни жигулевская у тебя есть номер три номер три написал что это фельдшлёсом в скобках пильзнер урквилл чешская нет либо немецкая либо чешская пильзнер ползение нет чехи чехи до поздно я спутал с познанием ну ладно хорошо вадим жигулевская жигулевская или вот или тройка я нашел за балл скульпы 90 рублей выдал даже до 40 40 рублей сколько стоит по факту 60 рублей 65 70 не знаю сколько она стоит напишем 65 да это важно соответственно качество мы искали ну что номер четыре что кто хочет сказать я написал что это либо пражечка хотя это у меня был зачеркнут пильзнер урквилл или в скобках фельдшлёсом не больше или голландия сколько сколько я выпил после этих первых трех вообще нормально 50 то есть второй балл до 2 и 2 баллы себе уже пишу ничего себе я написал что это жигулевская в скобочках балтика тройка то же самое я написал жигулевская в скобочках балтика тройка а я зрителям напоминаю что это любимое пиво вадима на которой он ценил ниже всех и я тоже кстати я чего вот так хорошо номер шесть я написал что это цинта в скобочках и больше и мне ну в принципе понравилось что за хуйня я за готов 110 рублей а учитывая то что она стоит тридцать семь рублей или тридцать шесть знаешь получается в соответствии сна качества у нас пока что лучше все жигулевское пиво ну это просто это сенсация ты точно не ты точно не перепутал блять 5 и 6 я считаю что это пульсификация по видео посмотришь я все это делал кстати по моему пиво значит проходить газики и уже легче я написал что-то не боши в скобочках цинь дау корона самое интересное самым самым первым самым первым временем было корон причем я я убрал ее только потому что мне некуда было пристроить и боши это все поставьте балл до май 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 интуиция меня не подвела поставить 3 балла кустую корона стоит за 0 35 стоит 130 рублей 130 рублей ну ладно дальше будет все сложнее вот эти сенсации это если честно просто вы такие вы когда говорили насчет у этой эпохи я такой блять жигулевской а те легко было блять мне мне сложно было сдержать эмоции потому что здесь вот как бы более того но мне тоже понравилось что такое и сиськи на ну и стоит на там рублей 65 или 70 напишем 60 когда будет кузин говорить запомните это пиво классно надо вообще все стикетки посрывать и переупаковать и тогда будет классное пиво пола не обожаю я написал корону в скобках цинь дау новая информация кроме семерки технология японская проигрывать ну а ну такое легкое пиво цинь дау как корону поэтому и все самое интересное я его поставил 9 то есть вместе с варштайнерами поставил 9 высший балл ли циндау и для варштайнера а с этом по фактах до рубли стоит 20 а 160 до я его покупал я тоже я видел я просто не купил слушай ну получается что я и 12 тоже угадал запил за руку но но типа по всей почте на самом деле шокирующие результаты особенно 5 и 6 это просто шок вы оценили жигулевская как одно из самых охраненных из этого всего шокирующие лицо ну за сам я 3 угадал с первого раза вторых запасные варианты бывающего суши этот первый пришлось отлично цена-качество жигулевская превосходная цена-качество как оказал а жигули говно это ужасно хотя я обожаю мне нравится жигули но я попил среди этих это на самом деле одно из самых отстойных после балтики всем мы рекламируем покупать варштайнер перезан и рурквелл джинтау корону и фельдшерс жигулевская естественно жигулевская или главное не жигули а жигулевская сиська как раз шок самое дешевое самое лучшее но блин получается у меня ну голландия прям очень близко она тоже дешманская да ну по сравнению с виски это сложнее угадал я больше угадал больше но это сложнее себе больше вариантов накидывал там я угадал в чистую 3 здесь угадал чистую то я тут еще два угадал потому что я исключил эту тупость типа с исключили исключительным методом но смотри по статистике да а по факту разрыв больше потому что если бы мы бы сейчас дегустирую львийский было бы то же самое переложить на искать это ты бы сказал бы что макалан это коньяк а коньяк это макалан ну судя по пятой шестой позиции жигулевской жигули ну и вот и рядом стоящих то как бы так и получается ну то есть там как бы разрыв получается сильнее это интересно но опять же что мы рекламируем ебоши гал хрень полная получается в смысле я поставил восьмерку а и боши да ну и больше вкусно мне тоже понравилось но она не очень остальные лучше ванштайнер блин и фельдшлоссен вообще беспроигрышная и жигулевская почему-то на в общем по соотношению цена качества отличным пивом оказалось балтика 3 фельдшлоссен смысле балтика 3 оказалось 5 поставил 4 цинь дау это не очень цинь дау кстати да хорошая варштайнер пиллсенруркал но очень дорогое а я ему никто не поставил мне понравилось но горчит но жигулевская вообще меня шокирует до сих пор этого жигулевская 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 вышла победителем нашего сегодняшнего чемпионата с нет а соотношению цена качества нет 440 что 440 4 балла 40 рублей так жигулевская было не это ты написал а она была пятом опять 5 5 все равно как бы 3 и 40 рублей да нет подожди короче жигулевская был шестым жигулевская шестым да я нагнал ну ладно хорошо у тебя жигулевская 7 и 5 против жигулей 3 короче ребята вы просто открыли себе глаза на тот маркетинг который есть и простые понятные формы все понятны причем как среди сделано даже причем как среди виски так и среди пива поэтому что какой мы делаем вывод если мы хотим вечером попить пиво и виски мы покупаем баллентинс до пива мы уже жигулевская если мы хотим попить виски мы берем джимбим и заполняем жигулевскую ну джимбим все-таки бурбон такая специализированная версия виски да но он вкуснее всего да но я говорю именно про скотч берем баллентинс и не паримся ну есть нюанс в том то что компания балтика есть нюанс в том то что я ни одно пиво здесь не оценил дороже чем 110 рублей ну вот твой пиво ты получаешь подарок а вообще как бы одно пиво я на девятку оценил ты можешь получить еще один из этих пирожков что ты выберешь подожди я выберу пивосик который я оценил больше всего где она где она да да только да опять же ты пил вот такой вот такой ты пил а этот типа вайсбер это пшеничка но получается что он больше всего типа оценил самый дорогой пиво ты можешь его взять потому что оно типа родственник ладно ладно родственник молодец мы хорошо оставим самая вкусная жигулевка да лучше не скажешь типа давайте распространим это видео давайте в моих руках на этом мы заканчиваем нашу трансляцию мы уверены что все посмотрели это видео до конца целых один человек мы уверены что такой есть родственники друзья которые видели и мы уверен что есть такой человек один который досмотрел трансляцию смотрю значит это тебе привет мальновский с будущего а предыдущие видео я так и не посмотрел все всем пока всем спасибо